Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о транзакциях. Посмотрим, что такое модель одновременного конкурентного доступа, какие модели существуют, что такое транзакция, какие инструкции транзакций скол применимы при работе с транзакциями, что такое журнал транзакции и что такое блокировка. Мы знаем, что данные в базе данных обычно используются совместно многими приложениями. Ситуация, когда несколько прикладных пользовательских программ одновременно выполняют операции чтения и записи одних и тех же данных, называется одновременным конкурентным доступом. Таким образом, каждая система управления базами данных должна обладать каким-либо типом механизма управления для решения проблем, возникающих вследствие одновременного конкурентного доступа. Система баз данных, которая может обслуживать большое число активных пользовательских приложений таким образом, чтобы эти приложения не мешали друг другу, возможен высокий уровень одновременного конкурентного доступа. И наоборот, система баз данных, в которой разные активные приложения мешают друг другу, поддерживает низкий уровень одновременного конкурентного доступа. Компонент Database Engine поддерживает две разные модели одновременного конкурентного доступа. Это пессимистический одновременный конкурентный доступ и оптимистический одновременный конкурентный доступ. В модели пессимистического одновременного конкурентного доступа для предотвращения одновременного доступа к данным, которые используются другим процессом, применяются блокировки. Иными словами, система баз данных, использующая модель пессимистического одновременного конкурентного доступа, предполагает, что между двумя или большим количеством процессов в любое время может возникнуть конфликт. Поэтому она блокирует ресурсы, то есть она может заблокировать строку, страницу, либо таблицу, как только они потребуются в течение периода транзакции. Модель пессимистического одновременного конкурентного доступа устанавливает блокировку с обеспечением разделяемого доступа, то есть немонопольную блокировку на считываемые данные, чтобы никакой другой процесс не мог изменить эти данные, но мог читать. И кроме этого, механизм пессимистического одновременного конкурентного доступа устанавливает монопольную блокировку на изменяемые данные, чтобы никакой другой процесс не мог их считывать или модифицировать. Работа оптимистического одновременного конкурентного доступа основана на предположении маловероятности изменения данных одной транзакции одновременно с другой. Компонент Database Engine применяет оптимистический одновременный конкурентный доступ, при котором сохраняются старые версии строк, и любой процесс при чтении данных использует ту версию строки, которая была активной, когда он начал чтение. Поэтому процесс может модифицировать данные без каких-либо ограничений, поскольку все другие процессы, которые считывают эти же данные, используют свою собственную сохраненную версию. Конфликтная ситуация возможна только при попытке двух операций записи использовать одни и те же данные. В таком случае система выдает ошибку, которая обрабатывается клиентским приложением. Рассмотрим, что такое транзакция. Транзакция задает последовательность инструкции языка Transact SQL, применяемой программистами базы данных, для объединения в один пакет операций чтения и записи, для того, чтобы система базы данных могла обеспечить согласованность данных. То есть транзакция – это единичное или чаще групповое изменение базы данных, которое или выполняется полностью, или не выполняется вообще. Таким образом, транзакция переводит базу данных из одного целостного состояния в другое целостное состояние. Например, когда транзакция не переводит базу данных из одного целостного состояния в другое. К примеру, есть некий счет, не два счета в банке, и пользователь хочет с одного счета перевести деньги на другой счет. Тогда последовательность операции такова, что с одного счета, например, со счета А, мы деньги списываем и записываем, переносим их на счет Б. Если эти операции выполнены, только тогда считается, что транзакция прошла успешно. Вообще, теперь транзакция – это экономический кирпич. В случае, если с одного счета деньги списали, а на другой счет не перенесли, или же, наоборот, деньги оказались на двух счетах, то есть с первого не списали, но на второе уже перенесли, то это считается, что транзакция ошибочна, и она не перевела базу данных из одного целостного состояния в другое. Произошел конфликт данных, скажем. SQL Server поддерживает три вида определений транзакции. Это явное определение, которое задается командой Begin Transaction. Автоматическое – это режим по умолчанию для компонента Database Engine. И неявное – это когда пользователю необходимо явно выполнить в конце транзакции фиксацию или же откат. Транзакции обладают свойствами, которые все вместе обозначаются сокращением ACID. Это атомарность, согласованность, изолированность и долговечность. Рассмотрим эти свойства. Свойство атомарности – обеспечивать неделимость набора инструкции, которые модифицируют данные в базе данных и являются частью транзакции. Это означает, что или выполняются все изменения данных в транзакции, или в случае любой ошибки осуществляется откат всех выполненных изменений. Свойство согласованности – обеспечивает, что в результате выполнения транзакции база данных не будет содержать несогласованных данных. Иными словами, выполняемые транзакции трансформации данных переводят базу данных из одного согласованного состояния в другое. Свойство изолированности отделяет все параллельные транзакции друг от друга. Иными словами, активная транзакция не может видеть модификации данных в параллельной или незавершенной транзакции. Это означает, что для обеспечения изоляции для некоторых транзакций может потребоваться выполнить откат. Свойство долговечности обеспечивает одно из наиболее важных требований баз данных – это сохраняемость данных. Иными словами, эффект транзакции должен оставаться действенным даже в случае системной ошибки. По этой причине, если в процессе выполнения транзакции происходит системная ошибка, то осуществляется откат для всех выполненных инструкций этой транзакции. Какие же инструкции транзакции SQL существуют для явного задания транзакции? Прежде всего, это оператор begin transaction, который определяет точку запуска явной транзакции. В синтаксисе begin можно записать полную версию транзакции, можно сокращенно try. В данном синтаксисе в параметре transaction name указывается имя транзакции, которое можно использовать только в самой внешней паре вложенных инструкций. begin transaction commit или begin transaction rollback. То есть имя транзакции, если транзакция вложена, то мы посмотрим чуть позже, задаются для самого внешнего уровня. В параметре tran name variable указывается имя, определяемое пользователем переменной, содержащую действительное имя транзакции. Параметр wavemark указывает, что транзакция должна быть отмечена в журнале. Argument description – это строка, описывающая эту отметку. В случае использования параметра wavemark требуется указать имя транзакции. Следующая инструкция – это оператор commit transaction или commit work, то есть фиксация транзакции. Этот оператор сохраняет результаты всех операций, которые имели место после выполнения последней команды commit или rollback. В данной инструкции work писать необязательно, можно оставить только код. Оператор rollback transaction или rollback work используется для отката транзакции, то есть для отмены всех изменений. В данном случае также в орг можно написать все параметры аналогичны параметру begin transaction, кроме save point, но это мы сейчас рассмотрим. Следующий оператор – это оператор save transaction. Он предназначен для установки в транзакцию специальных или особых точек, куда в дальнейшем может быть произведен откат. Рассмотрим это на примере, будет понятнее. Начинаем транзакцию. Транзакция сразу закачивается в commit transaction, то есть завершается положительно, все изменения будут внесены. Внутри вот этой транзакции begin transaction, commit transaction, мы видим несколько команд, серию инструкций. Рассмотрим. Первая инструкция. Инструкция insert into, то есть инструкция вводит в таблицу department, в два поля этой таблицы, следующее значение d4s. Далее создает точку входа в транзакцию, точку A, назвали ее A. Вот уже начиная вот отсюда, то есть insert into department, значение d5 и research, вот эти значения будут относиться к точке A. Save transaction B. Создаем вторую точку входа, запоминание, точка B. Здесь мы говорим ввести. Таким образом я ввела одни данные d4, вторые данные, светло d5, третьи данные d6 management. Дальше говорю rollback transaction B, то есть идет откат к точке B, вот сюда. То есть вот этот insert у меня не сохранилось. Пока что сохраняются первое и второе. Дальше ввожу еще данные d7, запад, идет откат к точке A, возвращаясь сюда. То есть все, что было между ними, если учитывая, что это я уже откатила, нету, то я и откат, откат идет ввода вот этих данных и вот этих данных. То есть вот это все у меня не сохранилось. Далее commit transaction. Таким образом моя транзакция завершена и в результате выполнения серии инструкций у меня в таблице department будет добавлена всего лишь одна строчка, всего лишь первая инструкция. Остальные были откатаны, произошла откат. Это мы говорили про явное определение транзакции, когда мы создаем транзакцию команды begin transaction, отменяем команду, транзакцию, вернее, команды rollback transaction, либо сохраняем commit transaction. Также мы говорили, что существуют неявные транзакции. Неявные транзакции возникают, если используются следующие команды, те команды, которые на экране. Но здесь явно, если мы используем команду either table, мы изменяем структуру таблицы. И когда мы выполним эту команду, тоже явно произошла транзакция. Наша же таблица данных изменена, структура таблицы данных будет изменена. И также по остальным данным. Для явных транзакций можно использовать вложенные транзакции. Вложенными называются такие транзакции, выполнение которых инициируется в теле уже активной транзакции. Вложенные транзакции обычно используются в хранимых процедурах, которые сами содержат транзакции и вызываются внутри другой транзакции. Инструкции begin transaction comment и begin transaction rollback могут использоваться с именем заданной транзакции. Именованную транзакцию можно применять только в самой внешней паре вложенных инструкций begin transaction comment или же begin transaction rollback. Здесь на примере начинается транзакция. В этой транзакции вводятся данные в таблицу товар. Еще разок вложена транзакция. Вводятся данные обратно в таблицу товар. Нужны другие данные. И еще разок вводятся данные. Но так как rollback transaction без имени, то идет откат к самому началу begin transaction. То есть во вложенных транзакциях, если идет rollback, то откат идет буквально к началу, и никакие изменения, никаких данных здесь не происходят. Если же откат происходит или ошибка, или откат происходит где-то в середине вложенных транзакций, например, на строке insert, в любом случае вот эти данные не сохранятся. Как мы сказали, транзакция рассматривается как единое целое. Либо выполняются все команды транзакции, либо идет откат, как только произошла ошибка на каком-то уровне, или же общий откат транзакции. Реаляционная система баз данных создает запись для каждого изменения, которое они выполняют в базе данных в процессе транзакции. Это требуется на случай ошибки при выполнении транзакции. В такой ситуации все выполненные инструкции транзакции необходимо отменить, осуществить для них откат. Как только система обнаруживает ошибку, она использует сохраненные записи, чтобы возвратить базу данных в согласованное состояние, в котором она была до начала выполнения транзакции. Компонент Database Engine сохраняет все эти записи, в особенности значения до и после транзакции, в одном или более файлов, которые называются журналами транзакции. Для каждой базы данных ведется ее собственный журнал транзакции. Таким образом, если возникает необходимость отмены одной или нескольких операций изменения данных в таблицах, в текущей базе данных, компонент Database Engine использует записи в журнале транзакции, чтобы восстановить значения столбцов таблиц, которые существовали до начала транзакции. Журнал транзакции применяется для отката или восстановления транзакции. Если в процессе выполнения транзакции еще до ее завершения возникает ошибка, то система использует все существующие в журнале транзакции исходные значения записи, которые называются исходными образами записи, чтобы выполнить откат всех изменений, выполненных после начала транзакции. Процесс, в котором исходные образы записи и журнала транзакции используются для отката всех изменений, называется операцией отмены записи. В журналах транзакции также сохраняются преобразованные образы записи. Преобразованные образы – это модифицированные значения, которые применяются для отмены отката всех изменений, выполненных после старта транзакции. Этот процесс называется операцией повторного выполнения действий и применяется при восстановлении базы данных. Каждой записи в журнале транзакции присваивается однозначный идентификатор, называемый порядковым номером журнала транзакции. Все записи журнала, являющиеся частью определенной транзакции, связаны друг с другом, чтобы можно было найти все части этой транзакции для операции отмена или повтора. Для обеспечения согласованности данных в случае одновременного обращения к данным несколькими пользователями, компонент Database Engines, подобно всем СУБДМ, применяет блокировки. Рассмотрим такой пример, который демонстрирует один из отрицательных эффектов, и этот эффект называется «грязным чтением». Например, пользователь А из отдела кадров получает извещение, что сотрудник Иванов поменял место жительства. Он вносит соответствующие изменения в базу данных для данного сотрудника. Но при просмотре другой информации об этом сотруднике, он понимает, что изменил адрес не того человека. В компании может работать несколько Ивановых. Он отменяет сделанные изменения, но в то же время пользователь Б в отдельном проектировании, к примеру, обращается к данным второго сотрудника с именем Иванов, чтобы отправить ему домой какую-то документацию. Так как пользователь Б обратился в базе данных после того, как адрес второго Иванова был ошибочно изменен, но до того, как он был исправлен, в результате письмо отправляется не тому адресату. Чтобы предотвратить подобные проблемы, в модели пессимистического одновременного конкурентного доступа каждая система управления базами данных должна обладать механизмом для управления одновременным доступом к данным всеми пользователями. Для обеспечения согласованности данных в случае одновременного обращения к данным несколькими пользователями, как мы сказали, Database Invent, применяет блокировки. Каждая прикладная программа блокирует требуемые ей данные, что гарантирует, что никакая другая программа не сможет модифицировать эти данные. Когда другая прикладная программа пытается получить доступ к заблокированным данным для их модификации, система или завершает эту попытку ошибкой, или заставляет программу ожидать снятия блокировки. Блокировка имеет несколько свойств. Это свойства длительность блокировки, режим блокировки и гранулярность блокировки. Длительность блокировки – это период времени, в течение которого ресурс удерживает определенную блокировку. Длительность блокировки зависит, среди прочего, от режима блокировки и уровня выбора изоляции. Режимы блокировки определяют разные типы блокировок. Выбор определенного режима зависит от типа ресурса, который требуется заблокировать, то есть это строка, страница или же целая таблица. Для блокировок ресурсов уровня строки и страницы – это самый низкий уровень. Применяются такие типы блокировок, как разделяемое, монопольное и обновление. Разделяемая блокировка резервирует ресурс только для чтения. Другие процессы не могут изменять заблокированный таким образом ресурс. Но, с другой стороны, несколько процессов могут одновременно накладывать разделяемую блокировку на один и тот же ресурс. Иными словами, чтение ресурса с разделяемой блокировкой могут одновременно выполнять несколько процессов. Монопольная блокировка резервирует страницу или строку для монопольного использования одной транзакции. Блокировка этого типа применяется инструкциями DML, то есть Insert, Update, Delete, который модифицирует ресурс. Монопольную блокировку нельзя установить, если на ресурс уже установлена разделяемая или монопольная блокировка другим процессом. То есть на ресурс может быть установлена только одна монопольная блокировка. На ресурс с установленной монопольной блокировкой нельзя установить никакую другую блокировку. Блокировка обновления может быть установлена на ресурс только при отсутствии на нем другой блокировки обновления или монопольно-блокировки. С другой стороны, этот тип блокировки может устанавливать на объекты с установленной разделяемой блокировкой. В таком случае блокировка обновления накладывает на объект другую разделяемую блокировку. Если транзакция, которая модифицирует объект, подтверждается, и у объекта нет никаких других блокировок, блокировка обновления преобразовывается в монопольную блокировку. У объекта может быть только одна блокировка обновления. Гранулярность блокировки определяет, какой ресурс блокируется в одной попытке блокировки. Здесь вы видите, что компонент Database Engine может блокировать строки, страницы, ключ, таблицы, экстенд, саму базу данных. Наименьшей единицей является прокат. При блокировке может возникнуть такая серьезная проблема, как взаимоблокировка. Это особая проблема одновременного конкурентного доступа, в которой транзакции, две транзакции блокируют друг друга. В частности, первая транзакция блокирует объект базы данных, доступ к которому хочет получить другая транзакция, и наоборот. Для решения данной проблемы СУБД выбирает одну из транзакций в качестве жертвы и выполняет ее откат. После этого выполняется вторая транзакция. Когда завершится вторая транзакция, возвращается первая, так называемая, жертва, и выполняется транзакция для первой, вернее, выполняется все инструкции первой транзакции. Если блокировка не используется, значит, транзакции не изолированы друг от друга, и могут возникнуть такие проблемы, как потери обновлений, грязное чтение, неповторяемое чтение и фантомы. Грязное чтение мы только что с вами сказали, когда мы говорили, что письмо пришло не к тому Иванову. Что такое проблема потери обновлений? Это означает, что несколько транзакций одновременно могут считывать и обновлять одни и те же данные, при этом теряются все обновления данных за исключением обновлений, выполненных в последней транзакции. Проблема неповторяемого чтения при одновременном конкурентном доступе к данным возникает, когда один процесс считывает данные несколько раз, а другой процесс изменяет эти данные между двумя операциями чтения первого процесса. В таком случае значения двух чтений будут разные. Проблема фантомов при параллельном одновременном конкурентном доступе и данным подобна проблеме неповторяемого чтения, поскольку две последовательные операции чтения могут возвратить разные значения. Но в данном случае причиной этому является считывание разного числа строк при каждом чтении. Дополнительные строки называются фантомами и вставляются другими транзакциями. Теоретически, как мы сказали, все транзакции должны быть изолированы друг от друга. Но это не всегда выгодно, так как будет большая очередь данных в базе данных. Поэтому для решения данной проблемы используют так называемый уровень изоляции. Уровень изоляции задает степень защищенности выбираемых транзакций данных от возможности изменения другими транзакциями. Таким образом, в многопользовательской системе баз данных одновременный конкурентный доступ может вызывать разные отрицательные эффекты. Database Engine решает эту проблему с помощью транзакции. Транзакция – это последовательность логически связанных инструкций языка транзакций SQL. Все инструкции внутри транзакции создают атомарную единицу, что означает, что либо выполняются все инструкции транзакции, либо в случае ошибки все инструкции отменяются. Для реализации транзакции применяется механизм блокировки. Целью блокировки является предотвратить изменения заблокированного объекта другими инструкциями. Блокировки имеют такие характеристики, как режим, ганулярность и длительность. Выбор определенного режима блокировки зависит от типа ресурса, который требуется заблокировать. Длительность блокировки задает период времени, в течение которого ресурс удерживает определенную блокировку. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить, и, как всегда, список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. Продолжение следует...